Мы все очень разные. Для кого-то возраст вообще не тема. Иногда тема возраста вообще проявляется только тогда, когда вы почувствовали что-то типа близости к середине жизни. У всех она очень в разное время наступает. Для женщины это где-то около 40. В 30 нет. В 30, как мы говорили в прошлый раз, возникает ощущение некоторого потолка, и горизонт возможностей становится таким вполне конкретным. Очень часто одна из таких невротизирующих, неприятных вещей, на самом деле, связанных тоже именно с женским вариантом проживания кризиса среднего возраста, это страх состояния внешности. Он может быть завуалированный, он может быть открытый, он может быть какой-то смещенный. Женщина может не понимать, что она движима страхом того, что внешность потеряет товарный вид. И вот такой вопрос, он уже не про семью происхождение, он скорее про тот брак, если вы в браке, про отношения, если вы в отношениях, в которых вы сейчас. Вот скажите, пожалуйста, и тоже можно поставить плюсик или минусик, входил ли пункт о сохранении вечной молодости и красоты в ваш супружеский договор. Конечно же, никто так не говорит. Да, ты не обещаешь, что ты будешь всегда молодая и красивая. Но сумма невербальных коммуникаций, она про то, важно это или не важно в конкретном браке. Я приведу пример такой, знаете, крайний, может быть, для той группы, которая собралась здесь, он не совсем типичный. Есть очень разные там на своей обеспеченности, в России в частности. Я знаю женщин, которые по 3-4 часа, помимо своей воли, в смысле это не является их желанием, это является условием супобрачного договора, проводят у косметолога, массажиста, визажиста, парикмахера, потому что там действительно очень важно, чтобы товарный вид не менялся, несмотря на количество детей. Я знаю, женщины как бы очень жалеют о том, что приходится терять столько времени, наделают это, чувствуют, что обещали. Это просто супружеский договор. И тут нельзя сказать, что если этот пункт входит, то это значит какие-то плохие отношения. А если его нет, пункты о сохранении, то они хорошие. Важно, чтобы подходили они именно вам. Знаете, я знаю массу отношений, массу браков, где вместо пункта о сохранении вечной молодости и красоты стоит пункт о сохранении, скажем, живости интеллекта, яркости ума, чувстве юмора, религиозном, чувстве религиозной принадлежности, вере. Это все сочетание факторов в нашем супружеском договоре и история в том, что, понятно, тревоги больше у тех, у кого конкретно этот пункт входит. Потому что на живость ума мы как-то можем влиять вручную, а вот на сохранение молодости, красоты после определенного периода влиять, это энергоемко, долгая, это прям целая такая работа, не всем она нравится. Вот теперь вопрос. Зависит ли ваша самооценка, собственно, от вашей внешности? Тут у нас в основном дамы, которые мамы, собрались на этой группе, которые в активном материнстве и пережили вот этот период лактации, родов. Часто отношение к внешности сильно меняется. Но важно ли вам, как вы выглядите? У нас в следующий вебинар про тело, там продолжим разговор о психологических пластах. внешнего вида. Но тут есть те, у кого прям важность зашкаливает, а есть те, у кого это, ну да, это важно, но как бы это не настолько важно, чтобы падала самооценка. Понимаете, вот все эти пункты на слайде, это пункты на самом деле нашей уязвимости. И как вы абсолютно правильно пишете в чате, абсолютное меньшинство браков выводят вот эти вот цены в стандартный словесный проговор. Обычно все-таки все эти темы на уровне невербалики. Ну то есть и пункт, входит ли в брачный договор, тема сохранения внешности, и тема о том, насколько вам само это важно, она как бы скорее, скорее где-то под спутом. Вопрос номер три. Думаете ли вы, что не такая молодая, значит не такая красивая? Это не вопрос дублирующий. Второй вопрос. Тут вопрос, что такое красота, да, и что такое там привлекательность, что такое быть в хорошей форме? Одна из таких сложных историй нашего времени, это нормирующее утверждение о внешности, фигуре, о том, что такое женская красота в целом. Да, сейчас же очень в моде вот эти самые худые, молодые модели, которые явно не проходили материнство, которые там определенного возраста. Это очень важно понимать, что как каждому овощу свое время, так и каждому возрасту свой тип красоты. Вы можете быть с этим не согласны, но мне кажется, в гармонии с собой, в гармонии с семьей и в гармонии с браком проще быть тем, кто понимает, что вот это погодное сохранение девичьего типа красоты для женщины, которая родила и вырастила детей, которые там не 25, не 30, и даже уже не 40. Это совершенно не тот вариант, что красота, как вино, она настаивается с годами, она созревает. Но у меня ощущение, что нормальное развитие отношения к возрасту и отношения к себе в том, чтобы оценить себя примерно такое, как вы себя видите в зеркале. И иногда все совсем так позитивно, как я рассказываю. Иногда по всем этим трем пунктам провал, стресс, такая как бы, знаете, как дыра в отношениях.